Девчонки, всем привет! Меня зовут Алина, я хочу показать вам свои покупочки с Алиэкспресс. Мне пришел потрясающий костюм, замечательный магазин Наталовка. Я вам покажу, цвет у него темный, винный, красивый, покажу на себе, расскажу. Уже несколько раз его одевала на улицу, вообще в восторге, люблю, обожаю. Рекомендую, ну, опишу. Еще получила две водолазки, в магазине в этом я уже делала заказ. Вы часто видели на мне сверхненькую такую бледненькую водолазочку. К сожалению, на ней поставила пятно и снова заказала комплектом. Я вам тоже все нюансы расскажу, в процессе покажу. В основном вот те костюмы, эти вещи, которые буду показывать, они совсем не колются. Если колются вещи, я ее отправляю обратно. Одежду я всегда заказываю на Алиэкспресс с возможностью возврата, потому что если что-то не так, и я не могу вернуть, да, ну, как бы я только потеряла деньги. Поэтому выбираю только такую одежду, другой не выбираю. Покажу вам еще средства, которые пришли ко мне. Кисточки и лаки для ногтей. Давайте смотреть. Получила я вот этот костюмчик теплый, темное бордо. Это магазин Тауфк. Уже третий костюм у меня из этого магазина. Вот смотрите, у него такой, как рисунок, вязка, не знаю, как правильно сказать. Довольно интересный. Стоит он 2144 рубля. Представим в трех цветах. Смотрите, какой красивый воротничок. Можно и так, и так его делать. Есть в бордовом цвете, темно-синем и голубом. Я выбрала в темно-бордовом. Он у меня почему-то цвет выглядит как-то вот здесь слишком ярко. Вот смотрите, какая широкая классная резинка. Мне это нравится. Она такая эластичная, держит талию, но в то же время свободная. Запас костюма где-то на 42-44. Вот смотрите, резинка по поясу тоже довольно широкая, но она пластичная. Хорошо держит. Есть веревочки, но не знаю, зачем они нужны. Кармашки. В них, в принципе, телефон лежит, так как тянутся кармашки. Штанишки хорошенькие. Так, талия, как видите, высоковата. То есть, немножечко греет поясничку. Это плюс. Очень удобный костюм. Запас роста хороший. Запас, видите, вот он такой не тянет. У меня размер 44. М-ка. И вот я показываю, что кофта свободная, штаны довольно тоже свободные. Цвет мне нравится. Темно-зеленый костюм. Помните, я заказывала у другого магазина. Смотрите, как воротничок поднимается вместо масочки. Можно использовать. Я отдала сестре, потому что тот был слишком большой. Этот где-то, вот примерно, на 44-й средний. Да, вот мои параметры. Рост 165. Грудь 88. Талия 74. Бедра 94. Подарили вот эту вот бумажечку. Thank you. Спасибо за подарок. Резиночку. И было упаковано все вот в такой пакетик. Ну и, естественно, пакет транспортировочный. Замечательный костюм вот этого фирмы. У них вообще хорошие, очень хорошие лекала. Видите, все хорошо ложится, хорошо садится. От 42-го до 44-го они шьют. Эти штанишки у меня на резиночке здесь. Запас есть по ножкам, потому что у меня худые ножки, тонкие. Но у некоторых с одинаковым размером девушек могут ножки быть пошире. Поэтому есть запас, но довольно эластичные такие штанишки. Мне цвет понравился, мне все очень понравилось, замечательно. Вот темно-зеленый костюм заказывал у другого продавца. И там оказался такой прям большимерный. А тот, который кофе с молоком, вспомните, да, я заказывала у этого же продавца. Но немножко в другом фасоне кофта выполнена. И штанишки не на кулиске. Точнее, не на резинке, а у меня широкие штаны. Здесь на резиночке. Вот, как видите, есть такая резинка. И мы посмотрим, есть хороший запас по росту еще. Так что зайдите, посмотрите у продавца. Там очень много костюмчиков. Этот костюм шикарный, конечно, теплый, не колется, мягкий. Не знаю, из чего он там сделан. Написано на трикотажной, но он прям вязаный, как шерсть теплая. Не знаю, мне прям очень-очень нравится. Вот я надела на ботинки, если вот так с кроссовками, допустим, вы надеваете сверху. Вот будет резиночка, конечно, очень кстати. Снизу, манжета, да, она называется. Вот, как видите, штанишки довольно свободные, но не свободные, чтобы болтались прямо. То есть есть запас для ножки более широкой, но все очень хорошо. Прям вот как-то лекало у них очень хороший у Тауфка. Я сейчас еще заказала костюмчик себе другой. Надеюсь, придет тоже. Не разочарует меня, надеюсь. Вот так вот ботиночки у меня сверху. Вот так вот я уже ездила на дачу, ходила вот так вот. А в костюмчике очень тепло. Если под него одеть термобелье, ну просто идеально. Потрясающий костюм, всем рекомендую. Цвет обалденный. Темный, вот такой цвет видный. Давайте покажу вам 2 водолазочки. Заказывала я в том же магазине, в котором заказывала уже одну водолазку. Это я заказала комплектом. Цвет у меня хаки. До этого у меня водолазка чуть-чуть посветлее. И я на ней поставила пятно, и поэтому пятно не отмывалось. И я в итоге решила купить полностью комплект. Смотрите, какая хорошая вязка. Она очень удобная, она не просвечивает, она мягкая. Ой, прям комфортная очень. Я заказала в размере L, там можно выбрать. Видите, он такой с запасиком, хороший. Мне ничего под мышками не жмет. Хорошо сидит, хороший воротничок, не тугой. Все замечательно. Я заказала прям комплектом. Не поштучно, а комплектом. То есть 2 штуки. И заплатила 987 рублей. Девчонки, если заказывать поштучно, чуть-чуть подороже получится. Но лучше заказывайте раздельно. Потому что есть возврат здесь, но один нюанс. Вот сейчас я пока опишу эту кофту. Вот это прям вот супер. В хаке все нравится, вязка идеальна. Есть запас и по росту, есть запас и по ширине. Элька, берите эльку на 44, даже берите эльку. Видите, рукавчики довольно длинные. Длина сама, обычно все жалуются, то что кофточки бывают короткие. Здесь такая средняя длина вот этой водолазки. Она хорошо одевается под любой толстый свитер, носится. Или просто как самостоятельный вариант, очень такая симпатичная. Цвет хаки это такой беш, не светлый, не темный. Вот такой вот. Потому что при ярком освещении он чуть-чуть светлее кажется. На самом деле вот сейчас цвет удачный. Видите, вот плечики хорошо сели. Мне комфортно, мне ничего не жмет подмышками. Мне очень нравится и расцветка, и качество, и фасончик. В общем, так как у меня уже не первый у этого продавца, все супер. Этим, этой водолазкой я осталась полностью довольна на 100%. Вам рекомендую. Еще раз повторюсь, даже если у вас 42, закажите в размере эль. Потому что пусть сядет чуть свободнее. Я не люблю, когда прям все сжимает, сдавливает, ну и все такое. Рост у меня 165. Вот длина. То есть на мне как бы более-менее сидит. Так, и в комплекте шла вот эта черная водолазка. Она казалась меньше размером. Я вам покажу. Вот она вроде тянется, но подмышками именно вот этот шов, он прям мне подмышки затягивает. Длина чуть короче. Прям ощутимо он чувствуется, что он меньше размером. То есть это, скорее всего, был М. И я приложила одну к другой, открыла спор. Видите, даже воротничок покороче. Открыла спор, и денюжки мне вернулись. Вот видите, даже вот плечики как-то уже садятся. Хотя я очень хотела черную водолазку. Вот. Так я могла отправить продавцу. И продавец бы тоже вернул мне деньги. Но тут я открыла спор, потому что просто было к чему приложить. То есть она оказалась маленькая. Поэтому я хочу заказать себе водолазки. Хочу еще в других цветах более светлую и черную. Но буду заказывать поштучно и отдельно. Потому что пары, видите, продавец как-то недобросовестно поступал. Да, вот взял и положил. Я просто ему написала, что я его поругаю на ютубе. Поэтому мне денюжки вернулись. В противном случае я не уверена бы, что мне по спору вернулись бы деньги. Потому что водолазка хорошая, качество у нее хорошее. Но она мне прямо жмет. То есть я ее, конечно, не ношу. Что я сделала? Я дала ее Даши, племяннице. У нее грудь поменьше, плечи поуже. Мне прям вот сильно-сильно сдавило. Видите, даже видно прям подмышками. Мне очень сильно сдавило носить некомфортно. Здесь свободно. Но видите, вот шов где, да? Вот в этом месте прямо ручку опускаешь и больно прямо. Поэтому вот так вот с продавцом. Поэтому лучше поштучно заказывать, если будете заказывать. То есть это мой вообще, в принципе, третий заказ у продавца. Первый раз такой нонсенс. Но вот буду знать. А так водолазка супер. Качество супер. Не просвечивает. Удобное и шикарное. Закажу заново в черном цвете. Надеюсь, пришлет L размер. Я вам коротенько сразу покажу еще раз помадку. Вот эту. Смотрите, как классно смотрится. Девчонки, действительно, от всей души рекомендую. Классная вещь. Потрясающе. На губах великолепно. И цвет прям такой вот насыщенный. И остается именно ощущение, что у вас свежий перманентный макияж на губах. Я прям, ну, честно, в шоке была, когда ее нанесла. Первый раз оставила. И мне очень понравилось. Даже стерся блеск, а помада не стирается до вечера. Конечно, все остатки можете снять только средством для снятия водостойкого макияжа. Ну, или любой там средством для макияжа. Даже метиллярной водой. В общем, ну, любой смывающийся. Естественно, так просто мылом вряд ли смывается. Так, ну, давайте перейдем. Вот здесь у меня актуальные парфюмы, которые я сейчас использую сейчас. Вот эту лягушку меня уже спрашивали. Да, я ее купила начальнику в подарок на Новый год. Но мы начальнику купили большого такого быка. И такого же, кстати, сентарем. Там есть такие хорошие, смысл эти красивые быки. И, ну, в общем, я эту лягушку в итоге зажала. Потому что я посмотрела, она мне так понравилась. Короче, я жмотина, да. Но я вообще как в восторге от этих вот сувениров. Мне так понравились сонлайт. Такие классненькие. Я не могла с ней расстаться. Думаю, ну, что ему. Если мы большого быка вместе подарили, там, да, скинули сотрудникам. Думаю, все, ему классно. А у меня лягушка останется. Моя любимая. Она стоит у меня здесь. Я ей пузико периодически глажу. Люблю ее. Так, смотрите. Мои лаки. Лаки я получила вот таких два лака. Это топ-кот. И база, да. Топ-кот без липкого слоя, естественно. Но это глянцевый топ. В этой марке есть еще топ-кот матовый. Мне они очень нравятся. Приходят довольно быстро. Мне нравится, как упакованы лаки. Кстати, вот лаки этой фирмы вообще классные. Вот это стоит по 99 рублей. Мне обошлись. То есть 200 рублей топ и база. Это я Даша заказала, потому что она постоянно меня просит. Топ и база. И они такие довольно хорошие. С одного слоя. Все прекрасно. Нравится мне вот эти вот пакетики. Так, знаете, чем нравится пакет? Не буду шуршать. Объясню. Потому что если куда-то надо отвезти лак, например, еду в дорогу куда-то. Ну или вообще вот. Вот племянница у меня ездила в спортивный лагерь. Там она тоже делала маникюр. Поэтому с собой забирала какие-то лаки. Лаки там, лампочку маленькую дорожную. У меня вот есть маленькая дорожная лампочка. Это здорово. И вот можно упаковать вот именно обратно. Тут вакуумная вот такая вот вакуумная застежка. Ну может не совсем вакуумная. Но по крайней мере если где-то протечет лак, ничего не случится. Поэтому такие упаковки я сохраняю, не выбрасываю. Мало ли. Вот. Топкот. Все они такие очень тяжело открываются. Но это может и хорошо. Значит все будет великулепно. Хороший такой жидкий. Но не слишком. И база, и топы, и лаки. Мне вообще у них нравится. Очень интересная кисточка у них. Она мягкая. Не оставляет ворсинок никаких. Не пушится. Очень хорошо наносит лаки. Очень нравятся мне лаки вот этой фирмы. Несколько штук у меня есть. С удовольствием украшусь. И с вами делали маникюр тоже. Вот у меня точно такой же топ и базы. Есть еще Борн Претси. У меня топ и база. В комплекте. Вот та вообще как бы номер один. Но приходит очень долго. Два с половиной, три месяца ждать. Вторые по значимости, по качеству. Вот такие вот. Не пекут в лампе. Ничего с ними не происходит. Они великолепно смотрятся. Глянцевый блеск дают. Такой красивый. Если хотите, можно матовый топ. Я оставлю вам ссылку. Там все и лаки есть, кстати. Вот. И то, что небольшая бутылочка. Они не успевают высохнуть. Прежде чем вы используете на себя. Можно купить бутылку побольше. Но там будет 150 рублей. Где-то вот так вот за лак. Ну, то есть, смотрите. Если прям любимый-любимый какой-то, можно покупать большого. Я предпочитаю маленькие флакончики. Мне так нравится. Лучше большее количество разноцветных, но маленьких. Вот. Потому что очень портится. Когда покупала в магазинах профессиональной косметики, то получалось, что я куплю, и у меня лак высыхает. Даже не высыхает, а загустевает раньше, чем я его истратила. То есть, ну, как-то вот. И цены там по 380 рублей. Где-то так вот. Поэтому я перешла на Алиэкспресс. И то, что меня пугали, что лаки жгутся, пекутся какие-то там плохие, вредные. Знаете, у меня вот мнение наоборот. Все гель-лаки, которые я покупала в профессиональных магазинах, они все пекут, все жгут. Какие-то странные. Иногда полузагустевшие. Непонятно какие. С Алиэкспресс приходят лаки хорошего качества. Все хорошие не пришивят, не полосят. Но, по крайней мере, то, что я получаю вот в тех фирмах, в которых заказываю. Заказываю в фирмах рекомендованных, скажем так. Просто так, абы что не беру. Может быть, там и неудачные лаки. Но эти тоже довольно дешево стоят. И очень хорошие по качеству. Просто идеальные. Нравится мне, что есть варианты выбрать маленький бутылек. Можно большой. Я выбираю маленький. И мне это нравится. И ничего не печет лампы, кстати, вообще. Вот у меня еще ни разу ничего не пекло в лампе. Не вызывало никакой аллергии. Я вообще очень как-то удивлена. Хотя у меня это норма. Когда я там после этого еще вот так чешусь. У меня даже крем молоком. Специально. Это крем, это стероидный, гормональный крем. Это когда вы получаете аллергию, да, вокруг ноготочков. При обрабатывании, покраске. И вот он у меня всегда лежит, этот крем. Сейчас я перестала им пользоваться. Используя вот эти лаки с Алиэкспресс. Но я говорю, не все подряд. А те, которые мне рекомендовали вот эту фирму. И еще несколько фирм. Если вам интересно будет, я сниму видео. Покажу, какие лаки у меня уже есть. Но в основном я покупаю вот эту фирму. Или Борн Претти выбирается. Вот Борн Претти чуть подороже. Вот эта фирма вообще обалденная. Обалдим он. Вообще классный. Со всех сторон. Все лаки идеальные. Все ссылки в описании. Конечно, у нас Тальпишок. У меня такой вот наборчик интересный. Стоит он 211 рублей. Не обошелся. Так, смотрю, 222. Ну, видимо, с монетками. Знаете, если купите монетки, будет скидочка. Это такой дорожный с сумочкой. Мягкий. Бабуковые косметические кисти для макияжа. Скажу честно, искала короткие кисточки для транспортировки. Может быть, не столько мне нужна была вот эта сумочка. Интересная, конечно. Спасибо. Приятно. Мне можно что-нибудь положить. Но я планировала, что я в косметичку возьму эти кисти. Честно, я чуть-чуть разочарована тем, что я ожидала, что они будут чуть-чуть поменьше. То есть именно, смотрите, как красиво, кстати, упакованы они. Я думаю, что вот эти две кисточки для теней будут поменьше. Они как бы так мягкие и ворс не лезет. Видите? Ничего не лезет. Я уже открывала и смотрела. Взяла вот маленькую такую для румяшечек, можно пудры. Вот это для хайлайтера. И они такие коротенькие. Давайте мы по длине их посмотрим и сравним с кистями. Но у меня кисти в основном остались. Я все выкинула кисти. Остались только с Алиэкспресс. Тоже коротковатые вот эти с набора. И они тоже короткие. Ну, как бы они чуть-чуть длиннее. Смотрим. Если стандартная кисть длиннее значительно. Вот это вот длина стандартной кисти. Видим, они короткие. Давайте я возьму линейку и посмотрим. Вот почему я все за размеры, чтобы, знаете, с собой что-то брать. Но нет. Вот у них длина 11... Ну, 12 сантиметров, да, получается. Да, у нас все по 12. Вот тут меньше 11 даже. Нет, 11. 11-12 сантиметров кисточки. И маленькая массипусенькая вообще вот такая смешная. У меня есть кисть. Сейчас покажу. Вот такая вот. Это Ифрашел кисть для пудры. Вот такая большая. Ну, зачем мне такая большая кисть? Мне пудру нанестили что-то подкрасить достаточно вот такого массипосенького. Зачем мне такие тяжелые всякие набалдажники с собой возить? Вот я стала обращать внимание, всегда наберешь и мало одежды. В основном вся вот косметика какая-то. Вот что-то, что-то. Поэтому хочу просто минимизировать. Выбираю какие-то маленькие тревел-версии. Ну, или даже в сумочке. Так как берешь кисточки с собой, подкраситься где-то, да, хочу вот маленькие кисточки. Мне казалось, вот эти кисти маленькие. Да, они короткие, они шикарные. Они просто шикарные. Вот эта кисть шикарная. Если вы напишите мне в комментариях, оставлю вам ссылки. Потому что уже, по-моему, везде их оставляю. Вот. Ну, вот эту кисточку я подарю, потому что, ну, вообще она мне как бы... Она большая. Такая, ну, не знаю, вообще не то, не все. Набивает продукт, прям сильно вбивает его, вот густая, смотрите, прям вот. И вот такого, знаете, легкого нанесения нет. Ну, не знаю, вообще не оно. Огромное. Зачем? Не знаю. Вот. А это все прекрасно, да. Конечно, они немножко будут пачкаться, но в косметичке ничего страшного. Ожидал, что для макияжа, да, будут поменьше. Ну, вот так здесь кажется вроде, что они... Ну, вот это вот пушистое. Здесь еще ничего. Вот это вообще еще пушистее. Ну, если так показать, вот хотелось какую-нибудь вот такую кисть. Ну, такой нет. Вот какие-то они все-таки для такого, знаете, нанесения такого свободного макияжа, именно макияжа глаз, как бы оттеночного, не четких линий, а вот таких растушеванных. Вот таких вот каких-то. Продукт наносится явно хорошо. Я не буду пробовать. Я не знаю, оставлю себе кисти или я их подарю. Но, скорее всего, оставлю. Вот это более жестко, кстати. Более жесткой стороной, может быть, можно сделать какую-то полосочку. Да, и вполне неплохо. Вот. Ну, такой вариант неплохой. Цена хорошая. 211 рублей. Пришли они за месяц. Мне довольно быстро. Очень понравился наборчик. Ну, если в подарок, вообще прекрасно. Упакованы красиво. Прямо вот. Да, малюсенькая, массипусенькая штучка. Вот, видите, в косметичку. И вообще... Потому что все обычно какое-то огромное. Все кисти какие-то огромные. Я думаю, что... Или, знаете, можно... Я раньше делала бровая кисть и просто ее отрезала. Так вот вообще. Вот. Ну, это, конечно, хочется прям вот полный комплект. Поэтому... Ну, пусть будет. Потому что, да, вот это все наносится вот такими. Раз, раз, раз. И все. Так, а давайте посмотрим, сумочку-то вообще-то все помещается. Или сумочка так, декоративная. Маленькие помещаются. Да, так. В принципе, да. Все помещается. Так. Ссылочку в описании оставлю, конечно. Вот такие вот покупочки у меня на сегодня. У меня в ближайшее время придет еще посылка большая с Алиэкспресс. Будем рассматривать в следующих видео. Девчонки, ну все. Надеюсь, вам все понравилось. Если что, все ссылки в описании. Смотрите в комментариях. Напишите мне, кстати, да, что вам понравилось, а что не понравилось. Чем понравилось, чем не понравилось. Купили бы вы, не купили. Почему? И, может быть, мне оставите какие-то свои ссылочки. Также с Алиэкспресс. Что вы приобретали. Что вам нравится. Именно из вещей, которые вы покупали. Из косметики, из украшений. Из всего, что вы покупали на Алиэкспресс. Вставляйте мне ссылки. Потому что я покупаю с Алиэкспресс. Мне нравится. Мне нравится это ожидание. Я постоянно что-то заказываю. И, знаете, я сижу в каких приложениях? Валбрис. Валбрис как-то мне уже немножко чуть-чуть подразочаровал. Потому что вещи какие-то вот... Ожидания реальности совсем. Алиэкспресс. Но всегда смотрю, чтобы были отзывы. И с онлайд. Ну, в основном, вот вечером в ночь я сажусь в сонлайд Алиэкспресс. Там выращиваю дерево на Алиэкспресс, чтобы накопить монетки. Захожу купоны продавцов, смотрю. Алиэкспресс мониторю цены. Выбираю разные украшения. Ой, алиэкспресс онлайд. В данном случае. Ну, и хотите, можете просто онлайд то же самое. Все написать. Так что всех целую. Всем красоты. Всем отличных покупок. Всем пока-пока.